Американский музей естественной истории в Нью-Йорке открывает новое крыло. Это грандиозное архитектурное сооружение, которое соединит разные части музея. Здесь разместили более четырёх миллионов экспонатов – от зубов мегалодона до кирпичей майя и паучьего шёлка. «Теперь город сможет гордиться новой важной архитектурной достопримечательностью. Кроме того, школьники и другие посетители смогут здесь познакомиться с чудесами науки». Крошечные муравьи маршируют по стеклянному мосту над головами людей, а гигантские киты проплывают вдоль стен. Естественные изгибы здания, вдохновлённые каньонами и пещерами, призваны подчеркнуть, как всё в мире природы переплетено. В центре музея – новая выставка насекомых, в частности, сад с живыми бабочками. Здесь для них обеспечили самые благоприятные условия с определёнными температурой и влажностью, так же, как в тропиках. А ещё в музее живёт около полумиллиона муравьёв-листорезов. Здесь у них целая колония. «Наши исследования и то, что мы здесь демонстрируем, должны заставить людей задуматься о кризисе биоразнообразия и изменении климата. Например, в инсектариуме мы не только показываем, какую роль насекомые играют в окружающей среде. Мы рассказываем, что во всём мире происходит довольно значительное сокращение численности насекомых. Почему так? Какова роль потери среды обитания?» В музее можно увидеть интерактивное шоу под названием «Невидимые миры». Посетители отправляются в путешествия по нашим ДНК и нейронным связям в мозгу, а также парят над горизонтом Нью-Йорка и бродят по тропическому лесу. Центр науки образования и инновации Ричарда Гилдера строили почти 10 лет. На него потратили 465 миллионов долларов.